Машиностроитель накануне продолжил движение вверх по турнирной таблице. Теперь в первенстве «Золотое кольцо» подопечные Владимира Олина переместились на третье место. Это стало возможным после вчерашней победы над футболистами «Вологда» 2-0. В одно время с заводчанами играла и «Динамо». Правда, результат матча со «Спартаком» не слишком порадовал наставника команды. Репортаж Романа Четверикова. Поединком с Южкаролинским клубом «Динамовцы» пересекали своеобразный экватор чемпионата. До окончания его осенней части остается 9 туров. Ровно столько же «Белоголубые» уже сыграли, и во всех встречах их главным достоинством была защита. Она устояла даже под напором ведущих клубов зоны «Урал-Поволжье». Поэтому большинство ближайших соперников преимущественно из нижней части таблицы. А это значит, что с ними можно брать очки. Голодные до побед «Динамовцы» против «Спартака» вышли играть с позиции силы. Главный тренер передвинул даже в переднюю линию Михаила Тюфякова. Атакующий наконечник усилили Халявин и Прошин. Но к последнему у главного тренера накопилось немало претензий. В официальных матчах за «Динамо» Антон не забил ни одного гола. Его сюда зачем приглашали? Забивать голы. Ладно, Халявин, он здесь был, и если свои полтора гола, он забьет за какое-то время. С Тюфякова он больше помогает, ему скидывает, насколько может так играть. А вот такие игроки, они призваны для того, чтобы копилку очковую и забитых голов пополнять. К сожалению, я конкретно и с ним у меня будет серьезный разговор. Неприятное общение с игроками у Александра Саитова состоялось еще в перерыве. План на игру рушился на глазах наставника, и многое из задуманного футболисты не могли притворить в жизнь. Отчасти к игровым проблемам «Динамо» были причастны и гости. Все, что планировали на этот матч, мы выполнили. Выполнили самое главное, что знали, что будет много силовой борьбы, что много верховой, длинных передач. Сыграли строго в обороне, справились. Если через пару недель спросить болельщиков, чем им запомнилась встреча «Динамо» со «Спартаком», то они навряд ли найдут, что ответить. Опасные моменты можно пересчитать по пальцам одной руки, но обмен любезностями у соперников все же произошел. Вот только мяч в обоих случаях не дошел до цели. Поэтому на табло так и остались гореть нули. Может, в предсезонке все забили. Сейчас не можем просто на один забить, и ведь думаешь, все пойдет. Вот это единственное, дома не можем забить, одержать победу, и ничего не получается. Не знаю, почему. В субботу «Динамо» принимает «Казанский Рубин-2». Поражение или ничья может дорого обойтись кировчанам, поскольку команды, занимающие места с 6 по 13, идут очень плотной группой. Роман Четверяков, Валерий Никулин, Вести Киров.